МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Из коммуналки предложили переехать на этаж без лифта. В Барнауле на инвалида-сироту обратили внимание после огласки в СМИ. Три года, один месяц и 24 дня. Как пандемия коронавируса отразилась на системе здравоохранения и как Алтайский край прошел этот путь? В Барнауле обнаружили крупную численность зайцев. Почему в городе решили отказаться от бескондукторной системы в общественном транспорте? Итак, героиню нашего сюжета, инвалида-сироту Светлану Крюкову, признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц. Регионального жилищного управления и Министерства строительства. По информации следователей края, дело было возбуждено еще в сентябре 22-го года, но потерпевшей Светлану признали после сюжета, который мы показали вчера. Светлана инвалид и сирота. Девушка живет в неприспособленной для нормальной жизни коммуналке. А недавно колясочницы предложили квартиру на девятом этаже в доме, где лифт ходит только до восьмого. После выхода сюжета в эфир к Светлане пришел следователь, и она написала заявление. Расследование уголовного дела продолжается. Девушка также рассказала нам сегодня, что ей уже предлагают посмотреть несколько квартир, но где и когда, пока не сообщили. Мы продолжим следить за резонансной историей и все же еще ждем ответ от профильного ведомства. Известно, что дело находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В Барнауле начали ремонт одной из самых значимых для горожан магистрали и улицы Малахова. Протяженность участка, где будут проходить ремонтные работы, 2,5 километра от улицы Власихинская до Сухыбатора. С учетом обеих сторон всего отремонтируют 5 километров. Сколько времени потребуется на ремонт? Планируют ли дорожники перекрывать движение? И какие виды работ запланировал подрядчик? В нашем сюжете. К работе подрядчики уже приступили. Фрезеруют, другими словами, снимают старый асфальт на одной полосе движения. Таким образом и продолжат работать, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. В перспективе планируется отремонтировать и примыкающие к магистрали так называемые «Малые Малахова», которые также давно находятся в неудовлетворительном состоянии. Во-первых, нужно понимать, что транспортный поток очень большой. Это основная, наверное, одна из ключевых развязок в городе, потому что индустриальный район большой, здесь новые постройки, очень большое количество людей едут с утра на работу в центр. Эта дорога должна справляться, и люди не должны испытывать неудобства, не должны объезжать ямы, они должны спокойно, беспрепятственно добираться на работу. Подрядчик планирует работать днем, именно поэтому ремонтировать дорогу будут по полосам. После того, как снимут старый слой асфальта, начнут демонтировать бордюрный камень. В целом объем работ обширный, на участке очень много переездов, трамвайных и автобусных остановок, тротуаров. По предварительным данным, работы займут не менее четырех месяцев. Полного ограничения движения нигде не будет. То есть везде будет частично, либо по полосам, либо вообще ограничения движения не будет, но будет работать в ночное время, допустим, либо вечернее, чтобы не мешать трафику движения. Это касается не только ремонта улицы Малахова. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» неделю назад стартовал ремонт на семи участках Барнаула. К примеру, на проспекте Космонавтов улицы Гущина, Островского, Водозаборной, Звездные. Всего в этом году дорожники планируют отремонтировать 12 дорожных объектов, один построить заново. Полностью завершить работы должны до конца сентября. Татьяна Голубева, День с толком. Жители края в этом году остались без прямых рейсов за рубеж. Из Барнаульского аэропорта нельзя будет вылететь в Турцию, Египет, как это было ранее. Об этом накануне заявил начальник управления региона по развитию туризма. Рейсы сняли, так как туроператорам стало невыгодно осуществлять полеты за границу, в частности в теплые страны, пояснил глава ведомства. На зарубежные курорты барнаульцы смогут попасть только с пересадками. Сейчас улететь за границу напрямую можно с Новосибирска, Толмачева, ближайшая воздушная гавань от Барнаула. Слишком много зайцев. В Барнауле бескондукторная система оплаты проезда в общественном транспорте не оправдала ожиданий. Напомним, терминалы для самостоятельной оплаты начали работать в начале этого года, но уже в мае стало понятно, что эксперимент оказался неудачным. Всего около 30% пассажиров оплачивали проезд, остальные ездили зайцами. Новое введение не показало эффективности. Бескондукторную оплату на седьмом и девятом трамвайных маршрутах пришлось отменить. Три года, один месяц и 24 дня. Столько продлилась в мире пандемия коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, она унесла не меньше 20 миллионов жизней. Но человечество смогло победить коварную инфекцию. В конце мая глава ВОЗ официально заявил об окончании пандемии. При этом отечественные эпидемиологи совсем не исключают новых вспышек короны. Будут ли они более предсказуемы и менее опасны? И насколько серьезно пандемия повлияла на систему здравоохранения нашего края? Об этом в специальном репортаже Елены Макаренко. Сначала отрицание и скепсис, чуть позже принятие и дикий страх. В конце 19-го, начале 20-го годов человечество в реальности столкнулось с тем, что прежде было только в фантастических фильмах. Опасный вирус, вспыхнувший в Китае, с огромной скоростью стал поражать людей. Сейчас мы отправим в посылку маску. Но сейчас в Китае маски мало. Сначала заболевших тестировали и отправляли в самоизоляцию. Но инфекция быстро вышла из-под контроля. И в итоге все надели маски. В широкий обиход вошли такие понятия, как ПЦР, тесты, обсервация и сатурация. В Алтайском крае, как и везде, систему здравоохранения пришлось перестраивать на ходу. Поликлиники и скорые захлебывались. От вала звонков и пациентов. В больницах, которые массово перепрофилировали под ковидные, люди лежали под ИВЛ. От воспаления легких, обострения хронических заболеваний, а также нередко микса из вируса и бактериальной инфекции, смертность росла ежесуточно. Так на пике разгула короны каждый день в нашем регионе умирало по несколько десятков человек. Мы работаем в диком нагруженном режиме. Мы общаемся двумя корпусами. Мы ищем места, освобождаем места, готовим места. Тяжело. И как бы ночами не спим. Вот вчера было принято 71 пациент. Мы 65 пациентов выписали, да. Есть выжившие, есть выздоровевшие, но есть и скончавшиеся. И, к сожалению, статистика как бы не очень интересна. Цифры называть не буду, она ужасающая. Мы теряем, особенно пожилое население, с сопутствующей патологией. Вирус просто убивает людей. Альфа, бета, гамма, дельта, микрон. Мы пережили несколько волн коронавируса. После четвертой люди уже перестали считать. Массово вакцинировались, получали QR-коды и надеялись на скорое окончание безумия. Самое сложное, наверное, в работе, это для меня лично. Когда мне приходится сообщать о гибели мужа, жены, бабушки, брата, то они начинают рыдать мне в трубку, и у меня в основном так же ком в горле скапливается. Смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что не видно, когда с окошка смотришь, и папа, молодой человек, лет 40, кричит, дорогая, живи. А ребенок в 7 лет стоит на коленках и молится, просто плачет. От штамма к штамму, говорят специалисты, вырабатывался коллективный иммунитет. И медики начинали понимать природу все время мутирующего монстра. Но несмотря на то, что 3 года спустя, 5 мая 2023 года, Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию побежденной, вирус никуда не делся. Специалисты говорят, он с нами, как грипп или ОРВИ, теперь навсегда. И до сих пор подвергает риску немало людей, особенно пожилых. Мы регистрируем 50-70 новых случаев каждый день. Заболеваемость, естественно, никуда не делась. Четыре госпиталя работают и работают с хорошей нагрузкой. У нас пациенты лежат в реанимации. То есть никто не застрахован, что вы сегодня попадете, а кто-то принесет эту инфекцию из наших посетителей. Вероятность того, что ковид скоро станет просто сезонной болезнью, большая. Но окончательные выводы, подчеркивают эпидемиологи, можно будет сделать после предстоящего осеннего эпидсезона. Этой зимой, к примеру, грипп, ОРВИ и ковид наступали то поочередно, то сразу вместе. Единственное, в чем уверены специалисты, так давить корона больше не будет. С ней научились бороться. Более того, на фоне, казалось бы, сплошных минусов пандемии, сегодня уже находят ее плюсы. Так система здравоохранения края за время разгула ковида отработала практику оказания медпомощи дистанционно, особенно введение консультаций и обучение специалистов. За период пандемии обновился парк лабораторного оборудования, тяжелого диагностического оборудования. Жизнь заставила это сделать. И то, что сейчас имеют на балансе медицинские учреждения, конечно, помогает оказывать медицинскую помощь, но, так скажем, уже в более спокойных условиях, повышает, безусловно, доступность оказания медицинской помощи здесь и сейчас. Оказалось, что даже в 21 веке человечество не застраховано от опасных смертельных инфекций. Опыт пандемии показал, пережить мы можем многое, но расслабляться никогда не стоит. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. В Бийске следственный отдел пресек организованную группу, занимающейся проституцией. Как стало известно, 55-летняя женщина с 2018 по 2021 год создала группу для интимных услуг. В нее входило 9 участников, почти целая контора, диспетчеры, водители и девушки легкого поведения, в том числе недостигшие совершеннолетия. Они оказывали услуги за денежные вознаграждения, как в притонах, так и в саунах, гостиницах. Теперь в зависимости от роли каждого, участники группы обвиняются в совершении преступлений, вовлечении в занятия проституции, содержание притонов и предоставление помещений для занятия проституцией. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Индекс самого популярного летнего супа окрошки за год вырос на 3%. По данным чекиндекс, средний чек для одного килограмма окрошки в первой половине мая составил 898 рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году. К примеру, 300 граммов редиса обошлись россиянам в первой неделе мая в 77 рублей, на 28% больше, чем в прошлом году. Килограмм огурцов подорожал на 25%, на 6% литр кваса. Вареная колбаса подорожала на 1%, но есть и продукты из списка, которые за год подешевели. Это картофель, укропы и яйца. Картофель на 33%, яйца на 7%, пучок укропа на 21%. Кстати, известно, что в общепите порция окрошки в первой половине мая подорожала на целых 10%. На одной из улиц в центре Барнаула уже второй год идет спор за мусорные баки между частными домами и многоэтажкой. О том, как из-за лени людей загрязнилась вся улица и почему в этом случае только сами жители могут помочь себе, расскажет Данил Кузнецов. Каждый поход на работу для Надежды Дорошенковой начинается с неприятной картины. Переполненные мусорные баки и отходы на улице Попанинцев, где она живет. Вот мусор, который скопился в баках, сверху баков, большой кучей, переворачивают автоматически в мусорку, он выпадает и весь потом разлетается по нашей улице. Загрязнение участка между Ядринцев и Челюскинцев началось год назад, когда в многоэтажку напротив заселились жильцы. По словам Надежды, они начали выкидывать отходы в мусорные баки, которые принадлежат частному сектору, потому что так удобнее, чем в свои. Ну все люди вообще с логическим мышлением. Ну несут, ну как можно запретить? Я уже двоих останавливала, меня отругали, облаяли и все. Сказали, что я старая противная женщина. Что несите в свою мусорку, у вас там есть дворники, которые убирают. У нас нет дворников. В итоге отходы разлетаются по всей улице. Чтобы не усугублять ситуацию, жители частных домов вынуждены носить свой мусор в баки многоэтажки, которые находятся в двухстах метрах. Надо вопрос решать, чтобы администрация, то есть мирно, чтобы дополнительные баки просто там поставили. Можно даже подключить к тем бакам уборку дворников. Там-то осталось всего три жильца на той улице. Изначально мусорная площадка была установлена с учетом норм количества бытовых отходов на душу населения. Поскольку численность человек в частном секторе не увеличивается, установка дополнительного бака нецелесообразна, сообщили в городском комитете ЖКХ. Помимо дополнительных мусорных баков есть другое решение этой проблемы. Это такие специальные ограждения. Они не позволяют разлетаться по всей округе мешкам и, соответственно, берегут территорию от загрязнения. И в целом это хороший вариант. Однако в комитете ЖКХ считают, что сейчас оборудовать площадку не имеет смысла из-за новостроек, которые вскоре должны появиться рядом с многоэтажкой. Площадка на этом месте носит временный характер. Она уже была перенесена от переулка Ядренцева в связи с застройкой квартала. И поскольку застройка квартала продолжается дальше, эта площадка снова будет перенесена. Поэтому на данном месте ее оборудование нецелесообразно. А пока мусор лишь продолжает копиться и загрязнять территорию попанинцев. Поэтому пенсионерам в частных домах ничего не остается, кроме как самим убирать отходы за ленивыми соседями из многоэтажки. Данил Кузнецов. День с толком. Более 25 тысяч звонков поступило в краевую службу психологической помощи за прошедший год. Среди них есть и звонки от детей. Кто-то рассказывает о страхе перед экзаменами или безответной любви, а кто-то о домашнем насилии или жестокой травле в школе. Моя коллега Мария Мацаева расскажет, кто сможет протянуть руку помощи ребенку, когда это жизненно необходимо. Каждый из этих ребят умеет находить язык общения со сверстниками и взрослыми и может научить этому своих друзей. Но главное рассказать, что делать, если попал в трудную ситуацию и не знаешь, кому обратиться. 8-800-2-122. Ванитики здесь вам помогут всегда. 11 цифр доверия. Через игры ребята знакомятся с работой службы и показывают, что рассказывать о своих переживаниях не стыдно. За 12 лет своей работы краевая служба доверия получила более 400 тысяч звонков. Страхи, тревога, неудачные оценки, проблемы в школе и дома, неуверенность в себе, обиды. Обо всем этом дети и подростки могут поговорить с консультантами-психологами. Но главное попросить помощи в безвыходной ситуации. Если речь идет о жестоком обращении, о насилии, и консультант понимает, что ребенку необходима помощь, выходящая за рамки телефонного разговора, мы эту помощь предлагаем. Если ребенок готов назвать свое имя, назвать свое местоположение, где он живет, мы оформляем этот сигнал и дальше мы сигнал передаем в учреждения профилактики, это опека, КДН. К сожалению, иногда случается, что самые близкие, те, кто должен защищать и оберегать, становятся главной угрозой. Маленький, что случилось? Где родители? Где, мой хороший, кто есть? Сейчас мать, которая выгнала своего пятилетнего ребенка в 20-ти градусный мороз на улицу в Шилоболихинском районе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, а ее сожителя к четырем и шести годам строгого режима. А это кадры из села Романово. Там школьники в апреле этого года толпой избили сверстника. Участникам драки нет и 14 лет. К уголовной ответственности их привлечь нельзя. При этом известно, что юные буллеры так и не извинились перед пострадавшим. А вот участники сегодняшнего мероприятия знают, как предотвратить ситуацию буллинга и помочь ближнему. Подойду, скажу, перестаньте его трогать, отведу его, поговорю с ним спокойно. Он расскажет, что там проблемы. Предложу ему позвонить на телефон доверия, он там поговорит. Но для того, чтобы телефон службы доверия звонил как можно меньше, рекомендации от родителей проста – слышать и слушать своего ребенка. Всегда разговаривать, общаться и понимать, какие проблемы ребенка беспокоят. Потому что не всегда ребенок рассказывает о проблемах. Поэтому нужно общаться не только с ребенком, но и со школой. То есть и с друзьями его периодически, чтобы понимать, какие у него проблемы. А мы напомним, что единый телефон доверия работает и для детей, и для взрослых. 8 800 2 122. Мария Мацайова, Михаил Филиппов. День с толком. К новостям спорта. В Новоалтайске спортивный зал по греко-римской борьбе теперь будет носить имя заслуженных тренеров России, братьев Казаковых. Сегодня спортивный клуб, из которого вышли сотни бойцов, посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Все подробности у моего коллеги Дмитрия Дроздова. Греко-римская борьба – один из ведущих видов спорта для Новоалтайска. На сегодняшний день здесь больше сотни мастеров спорта и кандидатов. Именно поэтому спортивному клубу имени заслуженных тренеров братьев Казаковых из Новоалтайска, которые воспитали не одного поколения мастеровитых борцов, присвоили звание «Специализированный зал». Простыми словами, теперь он полностью прочувствуется духом греко-римской борьбы. Наши ученики продолжают наш задел, который мы все-таки можем... У нас удостоили чести, назвали зал в честь братьев Казаковых. То есть мы оставили свой след, все-таки в этом городе большое очень. Братья Казаковы в 70-м году перешли на тренерскую деятельность. С того времени их спортсмены часто фигурировали на российских и международных стартах. Тем самым даже такие легенды спорта, как трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прекрасно знал, что на Алтае есть кузница чемпионов. Мы надеемся, что скоро соберемся для того, чтобы честовать чемпионом мира олимпийских рыб, потому что мы вернемся в мировой уровень состязательности. Наступит время, и мы должны быть к этому готовы. А пока всем привычная мировая арена для наших борцов под запретом, у нас есть хорошая возможность найти потенциальных чемпионов, чтобы они в будущем вписали свои фамилии, как чемпионы мира олимпийских игр. Дмитрий Дроздов, Михаил Филиппов. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, что вы можете найти нас на 22-й кнопке или смотреть на YouTube-канале. Телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...